Привет, всем привет, доброе утро. Мы сегодня встали пораньше, долго не спалось, погодка солнечная, прекрасная. Сейчас пойдем прогуляемся, наверное, нужно сходить по делам, кое-что узнать. Как узнаю, вам потом расскажу. Но утро у меня такое, знаете, последние даже два дня начинается как-то... Меня аж подбешивает немножко этот момент. Помните, рассказывала про хозяйку, да, которая такая, знаете, немножко на понтах такая, очень самоуверенная, туда-сюда. Вот, мы же ей сдали квартиру, как бы все, перед этим она мне... Причем мы съехали еще даже раньше, чем у нас была плата, мы съехали на два дня раньше. Вот, и где-то, наверное, за два дня она мне пишет, там что-то... Привет, Лиля, когда там будете выселяться? Ну, я говорю, в смысле, когда? Ну, 20-го, как у нас выложено было. Вот, там, типа, начинает мне писать за два дня, в какое время. Я говорю, ну, не знаю, у нас выселение до 11. Причем в квартире никого нету, да, чтобы вы понимали, то есть и хозяйка эта живет рядом. Но я думаю, ладно, мы начали там забирать свои вещи, не успели, в том еще один день пришли, вот, ну, нас уже, как бы, фактически две ночи мы не ночевали в этой квартире. Нам еще перед этим такая пишет, экономьте воду. Я такая читаю, что? Мы уже два дня здесь не живем, и так мы практически дома не сидели, везде ходили, то есть у нас дома не было, да. Она мне пишет, экономьте воду, я думаю, куда еще больше экономить, пока мы все перемыли посуду эту грязную, пока там еще что-то. Я же не плескаюсь по 300 раз в день, да. Экономьте воду, с таким этим было, я думаю, ну, ладно, окей. Там, по-моему, ничего не отвечала. Ну, по итогу, когда мы выселялись из этой квартиры, я там еще пришла пораньше, чтобы загрузить видео для вас на YouTube, вот. И она пишет, ну, я ей пишу с утра к 11, ну, я планировала к 11, да, что, как бы, у нас население до 11, ну, там, перед полу 11, хорошо, приходи. Вообще не понимаю, к чему такая спешка, но ладно. Мы, как бы, рассчитали это время, идем, не торопясь, я думаю, вот, сейчас видео загружу, будет все, окей. Приходим. Приходим, начинаю загружать видео, она мне пишет, я буду раньше. Я такая читаю, говорю, в смысле она будет раньше, может быть, я еще сплю. Я пишу, что мы не успеем приехать раньше, то есть она на полтора часа в полдесятого, она уже будет. Я говорю, мы не успеем приехать раньше, приезжайте, типа, начало 11. Что вы думаете, сидим, мы загружаем видео, открывает дверь на кухню, заходит. Понятное дело, что мы уже там сидим. Я такая думаю, ну да, прикольно. А если бы мы там еще жили, вот у нас время до 11, она приходит, полдесятого. Ну, ладно, короче, это не суть, это было понятненько. Юра потом что-то сказала, говорит, вот мы тут видео загружаем, подписчикам показали вашу комнату, то есть вам, да, тут многие уже пишут, что как. Я уже оставляла ссылку, мне, кстати, в Инстаграм писали, и так я оставляла ссылку. Она такая как бы сразу расцвела. Такая да, да, уже как-то начала общаться совсем по-другому. Ну, мне как-то показалось, не так, как в самом начале. Вот. Пообщались так, она забрала ключи, посмотрела, как бы сказала, выйдите, там, хлопните дверь. Мы еще посидели часик, загрузили видео, и все. Что вы думаете? Через два дня она мне пишет. Лилия, я вот сказала хозяйке, что вы снимали видео. Она вот собирается писать отзыв, отзыв, как я поняла, на сайте. Вы можете дать ссылку на видео посмотреть? Я, конечно, впадаю в ступор, и думаю, а зачем тебе моя ссылка, как бы, ну, что ты хочешь там увидеть? Я вам показала, рассказала всю правду, что квартира такая, знаете, для зарабатывания денег. Что там грязно. Я при вас же там винула полочки, да, и показала, какая там пыль, какой там слой грязи. Показывала вам всю битую посуду, вот эту вот убогую. Которую, ну, я не знаю, даже собак, наверное, кормить стыдно. Вот. Потом сказала вот про ее какое-то вот такое немножко высокомерное отношение, да. Что, так как я работала в клининге, я бы, например, за такую уборку реально бы руки поотрубала, еще и лишила бы зарплаты, еще и штраф выписала бы. Потому что, как бы, вы помните мои носочки, да, на второй день, ну, первый день мы приехали, на второй день я делала носочки, они уже все черные за полдня. Вот. И сколько у меня было грязи на шлепанцах, я, которое мыла, чуть ли не каждый день здесь и хожу. Ну, вообще, в принципе, все чистенько, да, хотя тут еще ничего не мыло, сколько мы живем. А там, конечно, я не знаю, что. Понятное дело, я это все рассказала, но я как бы рассказала, чтобы мои подписчики, которые приедут, да, у них не было какого-то завышенного ожидания, я все показала, как есть. Да, квартира неплохая, комната тоже хорошая. Но есть вот такие вот минусы, да, в плане битой посуды, в плане какой-то грязи, в плане вот такого вот чего-то непонятного. Там на сковородках ничего невозможно жарить, чайник. Я взяла просто лимоном, его прокипятила, потому что лимонной кислоты не нашла. Там такой вот слой накипи, что я не знаю, как он еще греет. То есть такие какие-то моменты, ну, и про ее такое немножко отношение. Вот. Так она начинает уже таколупывать. Скиньте ссылку на видео. Юра, я сказала, что мы там на YouTube снимаем, хотя она была не говорить. Скиньте ссылку на видео, типа, хозяйка хочет там посмотреть. Я думаю, что ты там хочешь посмотреть. Я начинаю как-то впадать в ступор, я уже ей пишу. Я снимала, я снимала на Instagram. Ну, я, конечно, немножко, как бы, знаете, ну, не соврала, да, а просто уберегла ее от правды, потому что я думаю, что ей это не понравится, знаете. Может быть, она тут думает, что все охеренно, так, а на самом деле нет. Я просто, как бы, уберегла ее от правды, хотя там особо плохого я ничего не говорила. Говорю, что квартира хорошая, все как это. Я говорю, пишу человеку, что... Я говорю, что я снимала все это в Instagram, в Stories, говорю. И мне там писали подписчики, спрашивали, где и что. Говорю, отпечатала им в личку, кидала ссылку, ну, на квартиру, на сайте там. Они просили координаты. Раньше там была скидка на этой сайте Airbnb, да, то есть я могла поделиться купоном, и у вас была бы скидка. Сейчас ее нету. Вот, поэтому мне даже смысла нету делиться, например, этой квартирой, да, как многие там думают, вот, там, за деньги или что, или что. Сейчас вообще там еще такого нету. Вот, то есть я по доброй душе еще поделилась этой квартирой, потому что у меня спрашивали, как бы, с учетом даже этих всех минусов, таких косячков небольших. Вот, ну, как бы, все. Потом дальше переписка. Лиля, так, а скинется ссылочку вашего видео на YouTube? Я ей про YouTube ничего не писала. Говорю, про Instagram написано. Я снимала в Instagram Stories, знаете, написала так, чтобы, ну, как бы, это не отстало. Stories, понятное дело, через 24 часа удаляется, как бы, и все. Она мне опять пишет. Вот, скините ссылочку видео на YouTube. Я говорю, у меня на YouTube нет видео. Это было в Stories, в Instagram, которые уже удалились, и прямой эфир. Это я сегодня ей отвечаю. Что вы думаете? Буквально через 20 минут она мне пишет. Вы уверены, вопросительный знак, тогда сюда пришлите, я его перешлю. Что прислать? Кого прислать? Что я уверена? У меня вот это вот прям, знаете, подрывает. Мне хочется, знаете, что и написать. А вы уверены, что хотите увидеть это видео? Вы уверены, что хотите увидеть свои косяки, чтобы увидела ваша там хозяйка или знакомая? Как вы убираетесь? Всю вашу пыль, я не знаю, кто там убирается. Всю вашу битую посуду, просто вот так вот колотую, переколотую. Ваши, не знаю, вот эти вот грязные полы, да, после которых у меня носки грязные. Вот вы уверены, что хотите это увидеть? Вот, знаете, как говорится, не делай добра, не получишь зла. Вроде бы и хотелось как-то помочь, да, там. Кризис. Оставить ссылку на квартиру, вдруг кто-то приедет, там еще будет снимать. И тут получается, что я должна чувствовать себя виновата. Я думаю, а нафиг мне это вообще надо? Я уже ей на сообщение ничего не отвечала. После ее, вы уверены еще с вопросительным знаком? Ну, если она мне будет доколупывать, я напишу, а вы уверены, что хотите это увидеть? Точно вы хотите это увидеть? Я не хочу показывать это видео, но я хочу, потому что там рассказано всю правду. Я не люблю, знаете, нахваливать. Я бы могла вам показать квартиру и сказать, круто, все так классно, приезжайте, все такое обалденное, все такое офигенное. Вы приедете, да, и увидите вот этот вот весь трэш, да, небольшой. Я не скажу, что это как-то глобально, да, но я не могу об этом молчать. Как бы оно есть, оно есть. Мне, например, неприятно есть избитых тарелок, просто колотых, переколотых. Ну, извините, купить тарелки в квартиру, где живет пять человек, где много людей, мне кажется, ну, это можно. Окей, купить новую сковородку, они тоже недорого стоят. Это тоже можно. Вот я просто помню, как я у нее спросила про лопатку для ног, ну, для обуви точнее. Она мне так посмотрела, как будто бы, знаете, я не знаю, что она там выпросила. Бриллиантов мне дайте. Ну, для меня это как-то нормальная вещь, лопатку для ног купить в китайском магазине, потому что пять квартир, каждый там приходит, обувается. Или я должна бежать, за этой лопаткой я приехала на отдых, как бы, за этой лопаткой. Ну, для меня лично странно, вот в этой квартире как бы, ну, не хватает каких-то таких вот жизненных мелочей. Вот, и я, конечно, об этом рассказала. Но я никак, ну, я не говорила, что там, фу, плохое, там, дерьмо или еще что-то. Я просто показала все как есть, так как я люблю. Ну, не хочу показывать ей это видео, как бы, знаете, расстроиться. Ее же уберегу. Чтобы она тут сильно так не переживала. Пускай думает, что все хорошо, все отлично. Вот, ну, вот эти вот сообщения, конечно, меня не напрягают. Человеку говоришь русским языком, что я снимала туда, покажите ссылку. Либо человек не знает, что такое сторис, либо человек не знает, что такое прямой эфир, покажите ссылку. Чего тебе показать? Куда тебе показать? Ой, я вот так вот хожу, знаете, и не понимаю, чего должна из-за этого я переживать. Чего я должна свои какие-то нервы тратить на это все? Оно мне надо. Все, больше не буду вам никаких ссылок оставлять. Или еще что-то. Ладно, шучу. Так, я немножко примарафетилась, да, кстати, не красилась уже давным-давно. Ну, так, Юр, ты там не голый? Кто тут? Вот, поэтому мы сейчас собираемся и пойдем прогуляемся. Так, ребята. Поняла меня? Поняла. Юрка тут тащит еду. Опять нам куча еды. Мы все не успеваем кушать. Но ходили на прогулку и брали с удовольствием с собой хот-доги. Мы не ходили, сейчас опять взяли хот-дог, блинчики какие-то. Вот мы ходим в такую кухню, типа как наше ледо, да, Юр? Вот, и там как бы берем еду всю, какая нам нравится. Ой, салатики разные. Первый раз такое взяли. И с десертом берем. И десерты. Тортики. Юра, тортики. Вкусные тортики вообще обалденные. В нацигеврике в три раза отстойные. Да-да, я тоже, кстати, говорю. То, что мы брали в Евроопте и здесь самый обычный тортик. Но нам пока этот понравился. Как там дальше будет, не знаю. Просто все говорят, что, о, торты у них невкусные. Ну, как бы. Вы знаете, мне нравится. Да. Доволее вкусные. Очень много крема. Нет вот этого вот бисквита. Кушаешь очень вкусно. Вот. Сходили мы. Ну, да. 15 рублей, наверное, и выше. Ой, выше. Обыкновенно же. Офигеть. Да, нам, кстати, Юрин брат писал. Сбрасывает чеснок. Ну, обычно в пакетиках сухой. 20 грамм стоит 2 рубля с копейками было. Спросил, сколько у нас стоит. Я ему сбросила эту баночку чеснока, которая 85 грамм. Она пластиковая, с крышечкой. То есть, ну, закрывается, не пакетик. Да, сразу за за тропой. И у нас это стоит 85 грамм, да? Стоит, Юра, сколько? 67 центов. Это 2 рубля. Это 2 рубля. То же самое. Только здесь. Посмотрите, насколько больше граммовка. 4 раза с половиной даже получается. Там 20, а здесь 85. Вот так вот. За эти деньги, за эту граммовку, нужно было заплатить, наверное, с упаковкой рублей под 10. Вот, а здесь так. Напишите в комментарии, сколько сейчас стоят мандарины и бананы в Минске. Тут это стоит по 1 евро за килограмм. Да, кстати, интересно. Напишите. В общем, мы в очередной раз убеждаемся, что цены дешевле. Мы еще когда были в Минске, и Юрий говорила, что цены дешевле. Причем они остались на таком же уровне, как вот и были. Там 2 года назад. Юр, нам туда. Ты раньше вышел. Ну, палка по этой, с какой колбасы. Ну, как у нас, какая колбаса. Меньше 2 евро можно найти. Можно на 2 евро. Так это сколько 2 евро? 6 рублей. Иди купи у нас за 6 рублей палку колбасы. Ну, она вкусная. Это вот не то, что вот у нас за 6 рублей будет какая-то такая самая дешевая. Самая дешевая, непонятно с каким составом. Вот, а здесь фуэтик. В общем, классно. Сходили мы по делам, узнали про интернет. Конечно, жесть здесь с интернетом безлимитная. Он нам, ой, как нужен, чтобы делать видео. Не знаю. Для того, чтобы его подключить, нужен счет в банке, которого у нас нет, НИИ, или ДНИ, которого у нас тоже нет. Не знаю, будем что-то думать, решать. Ну, смотри, 799 тысяч евро. 178. Короче, миллион долларов. Вот. Будем что-то думать, решать. Мы сходили в Orange, сходили в Vodafone. И здесь, короче, такая ситуация, что обычную симку мы можем купить с лимитным интернетом. Все, по паспорту, пожалуйста. А именно безлимит мы не можем. Я не знаю, почему. Не знаю. Познакомились с Димой. Для меня это... С Одинцова. Ой, блин, пока стояли в очереди Vodafone. Зашли русские парни. Я, кстати, русских наших, ну, я имею в виду русскоязычных всех, да. За версту вижу. У меня сразу на них глаз наметан, я их сразу вижу. Уже несколько раз такое было. И вот. Там был парень Дима, пришел симку восстанавливать. Который живет во Фрунзенском районе. Улица Одинцова, недалеко от нас. Рядом с каменной горкой. Вот так вот получается. Видите, как встретились в Испании все. Встретились в Испании все. Фруктовая лавка. 99 центов мандарины. Мандарусики. Киви. Вон бананы. Покажи бананы. Вон. 99 центов. Евро 99 килограмм. Где? Вон. 99 центов. Ну да. Помидоры покажи. 90... И вот евро 50. Одна штука стоит ананасов. Чтобы понимали. Кстати, может помидоров купим? А, не надо пока есть. Помидорчики. Да, они еще как-то не совсем вкусные. Мы вот эти хотели попробовать. Ну, вот это вот разно. Да, еще бананы жарят они. Пошли. Что он там говорил? Жареные бананы. Попробуем скоро. У них, короче, есть такая фигня, что... Есть бананы, а есть платанус. Расскажи, как я вчера угостил. Юра, короче, вчера угостил подножным кормом. Они даже есть не стали. Да, не съели. Наши колумбийские друзья. Они съели, но рассказали, что у них это... Короче, есть пальма бананы, на которой растут. А есть отдельная пальма платанус. Выглядит точно так же. Но вкус, говорят, у них разный. Так вот, бананы, они жарят. Они покупаются этими зелеными или... Даже нет, не зелеными, а желтыми. Да, то есть я люблю зеленые бананы, а не желтые. Покупают, и они их жарят. С сыром, с чем-то там вкусным. А вот платанус, оно идет, кстати, дороже, чем бананы. И вот они уже их едят. То есть если дать человеку банан, то он его не будет есть. Вот эти вот дешевые бананы, которые только что показывала, они покупают именно для готовки. Юр сейчас порвется. А подороже платанус, они покупают именно для еды. Есть еще какие-то розовые, есть еще черные. А эти дни, которые у нас продают, большие, это для верблюдов корм. Короче... У нас маленькие едят, они покупают. Ну вот что-то такое, да. Я еще толком не разобралась. Но вот то, что я люблю зеленые, то, что мы покупаем обычные бананы в магазине, они их покупают только для готовки. Так они их не едят. Про кока тебе рассказывал, ты думала кокаин. Коко, кокос. Ну, потому что очень, кстати, в Испании есть похожие слова. Кока — это кокаин, а коко — это кокос. Она вообще рассказывает, рассказывает, и я что-то не понимаю. Потом нам не показывает пальмы. Наркотики сделала. Я говорю, а что, наркотики на пальмах растут? Ну, кокаин-то. А потом она у меня начинает говорить, делают масло из кокоса для волос, для рук, для тела. И я, короче, говорю коко, а не кока. В общем, потому что из той страны, с которой они, из Колумбии, это первая, самая главная страна, которая производит кокаин, которая идет весь на экспорт. И они сказали, что в Колумбии его практически никто не употребляет. Ну, то есть, мало. То есть, это все идет на экспорт в другие страны. Да. Чисто бизнес. Но это первая страна по экспорту кокаина на все ближайшие страны. Испания, Америка. Кстати, в нашей полочке сок стоял. Они нам сок поставили, Клисина, соседи наши. Да. Они, походу, видели, что у нас нет сока. Закончился. Ага. И поставили сегодня. Поэтому нужно к ним возвращаться. Ясно. Так. У меня ключи. Все, буду открываться. Пришли уже домой. Наш вход, кстати, в домик. Да. Я сейчас сам достану, можешь говорить. Вот. Он прошел и говорила. Ну, короче, да, вчера мы хорошо покушали, пообщались. Им понравилось. Поняли дома. Сегодня, кстати, нам обещалось, что приготовить вкусненькое, прям колумбийское что-то. Поэтому будем... Бабу и жареное. Будем ждать фасоль. Что-то там еще. Будем ждать. Ой. Что там будет интересненького. Наш подъезд. Фух, слава богу, здесь есть лифт. Сегодня вообще тепло. Маечки можно. Может быть, сходим на море. Вот. А может быть, будем отдыхать дома. Все, наверное, что я хотела рассказать, да? Интересно. Такого, в принципе. Вайфач, что ли, с вами? Не знаю. Да, с интернетом, конечно, будем решать. Не знаю, что будем делать. Как, что, но нам интернет позарез нужен. Думаю, вы понимаете, почему. Так, ребята, распаковка. Сейчас покажу, что мы купили. Вот такие вот чипсы с хамоном. Это палочки с таким вот кремом. Здесь две банки. Так, а где, кстати, чек? Давайте я вам скажу по чеку, что у нас вышло за все. 19,22. Я вижу, что вам интересны цены. Говорите, что все дешево. Так, Потатас 90 центов стоили, да? Это Чоко Снек. Чоко Снек 98 центов стоил. Кока-кола у них, кстати, дорогая. Почему-то. Так, евро 82 литра стоило. Дальше мы еще взяли хамон. Вот такой вот. Так, где наш тут хамон? Вот, 3,49. Здесь 240 грамм этой упаковочки. Я опять же взяла вот это вот вино свое голубое, которое мне очень нравится. евро 85 оно стоит. Юра для хамона взял опять же эту вот томатную пасту. Она евро, по-моему, чем-то стоила. Так, где это оно? Томат, да, евро 29. Маленькую водичку брать с собой. Так, 32 цента, по-моему, нет? Да, 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 по-моему, да. Да, ребят, помню, 32 цента она стоит. Еще здесь три хлебушка. Вот таких вот обычных. 20 центов 1,60 за 3. Такая вот огромная пицца. Карбонара. Вкусняшка, мне кажется. У нас здесь есть духовка, поэтому мы разогреем. Пицца, пицца. Где пицца? А я не вижу пицца. Вот. Пицца карбонара 2,99. Здесь вот килограмм мороженого вот такого вот в контейнерах. Вообще у них такой выбор мороженого. Я не знаю, когда все перепробую. Так, смотрим. 2 с чем-то стоило. По-моему, 2 с чем-то. Вот. Эладу 2,55 за килограмм. И дальше Юра взял пиво вот такое. 2. 2. Дальше вот такое 2. И вот таких вот 2. Нажебрал, кстати, довольно неплохой. И еще у нас, опять же, наша бутылка воды 8 литров. Вода у нас стоит 73 цента 80 литров, а пиво какое-то 22 цента. Это легкое 27 центов и 37. 37 вот это вот белое самое дорогое. Кромберг, да, кромбар. Что это такое? Это самое дешевое, это среднее где-то подорожь. Ну, в общем, как-то так, да? И 19 22 у нас вышло за все. Мне кажется, цены вообще очень даже ничего. Ну что, Юрасик, после плотного ужина можно вздремнуть, да? Как себе? Наелся. В общем, у нас... Даже нашу еду не ем. Лежит, портится. В общем, у нас сегодня был колубийский ужин. Мне так хотелось снять, показать, что приготовили нам. Но я еще, знаете, как-то стесняюсь тыкать камерой, как-то показывать все. Мне надо как-то их подготовить, потому что я снимаю, да? Ну, я им уже в который раз говорю, давай покажу ролики. Хотя, знаешь, что ты могла бы сказать, а можно я сниму это? Ну, типа сказать, что, когда не ела колубийскую, покажи своим друзьям, туда сюда. Нет, это не сказали, что... Не, ну, это как-то, да, мне кажется, может быть, наоборот, им было бы приятно. Типа вау, прикольно, снимай даже нашу. Ну, может быть, как-нибудь, да, но вот как-то я еще тогда не созрела для того, чтобы как-то показывать, как-нибудь, не знаю, может быть, где-нибудь мельком и их покажу. Не хочется мне, знаете, людям тыкать в лицо камеры, потому что многие как бы не любят сниматься, там, стесняются, боятся. В общем, мы сегодня наелись. Вкусно было. Приготовила какой-то суп. Тебе понравился суп? Ну, вкусно, и мне понравился. Суп, чтобы вы понимали, из фасоли, консервированной в банке. Я не знаю, что он там еще добавлял, но он просто залетел и провалился, мне кажется. Потом мясо, одно мясо, второе мясо, рис, салат. В общем, такое разноправие каких-то блюд. А еще мы сегодня ели с тобой жареные плата нос. Ну, это другие бананы. Для нас-то бананы. Да, в общем, жареные плата. Тебе понравились они? Кстати, так это, может быть, не понимаешь, и у нас продают. Если это не бананы, которые, ну, как бананы стоят. А иногда мы заходим, говорим, о, с ума посходили такую стоимость бананы закрутили. почему не называют это бананы? Называйте платанус. Во-первых, они маленькие, платанус, они толще и больше. Поэтому, нет, это нас надурило. Принесла нам с утра эти жареные бананы. Они, кстати, с солью и с чем-то еще, да? Ну, прикольно, они не похожи на бананы. Я бы сказала, они больше на овощ какой-то похожи, да? Бананы? Да. Ну, да, наверное. Наши баклажаны жареные. Только вкусный, сладкий привкус есть. Да, то есть, какой-то сладкий привкус и в то же время соленый. Вообще, непонятно. И завтра нас ждет какой-то необычный завтрак. Как мне начинают рассказывать, что там входит в состав. Я полно понимаю, полно не понимаю. Какой-то там блинчик с каким-то там яйцом и с каким-то джемом или что. Я думаю, ничего себе. Короче, разошлась наша Вика. Ей, оказывается, нравится готовить. Кстати, у них имена такие вот, как и, в принципе, у наших, да? То есть, Виктория, у них нету таких вот коротких имен. Вот, я ее Вика называю. Викуля. Вики. Вот. Разошлась. Любит, оказывается, готовить, но не любит мыть посуду, прямо как я. То есть, она готовит, а Фабио, Юра называет его Фабиус. Не, ну его-то Фабио называют. Ага. Ну, между нами, типа, Фабиус. 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 Этот, я думаю, что это я хотел сказать, забыл. Может быть, им нравится вместе кушать, что они просто видят, что мы посуду мыли. Они два дня помыли посуду, думаю, да ну, нафиг мыть, лучше вместе есть, чтобы потом все вместе посуду в посуду мойку закинуть, чтобы не мыть по раздельности. Все равно она не моет, а он, по-моему, моет. Такая, что две тарелки, одна съелась, одна одна. Да, здесь у меня сковородку их, по-моему. Да? Молодец. Молодец. Так, подожди, как это ты у меня сегодня сказал, косяка у тебя не было? Я нашла косяк. Ты разбил крышку. Юра каждый день косячит. Да потому что у меня нет косяка. Сегодня разбил крышку. Вчера там облился, облил эти штаны или что-то там еще. Спортики. С волком. Позавчера еще там что-то. Каждый день. Палец. Палец, голова два или три раза. Еще там где-то что-то. Так что я нашла твой косяк сегодня. Поэтому я когда в горы с ним хожу, не захожу на край. А то еще как колобок покачусь вниз. Приду весь себя как от тебя. И он меня принесет. Как она на него сказала религия? Короче, балкон закрывается. Сверху на такой шпингалет сверху. И я когда прихожу, смотрю, он постоянно снизу закрыт, а сверху открыт. Ну я думаю, блин, сквозит постоянно. Сквозит тянет холодом. Я постоянно сверху и закрываю. А потом прихожу опять сверху открыт. Я думаю, что за фигня. сегодня увидел, вон он носочки становится, и ной такой на ноге или дотягивается чтобы открыть. Ой, мы сегодня с ним уже ржали. Сказала, лилипутный. Он ей фарк показал. Он мне по шею. Вот, мужичок, ему 50 лет, он мне по шею. Муж даже поглубить у меня такой маленький. Он спортивный. А она выше тебя? Или такая же? Нет, такая же твоих запринаний. Ну, короче, да, прикольно. Я не знаю, я думаю, что как-нибудь вам покажу. Их, ну, сегодня было весело, да, конечно. Приколистые еще те веселые ребята. Ему 50 и 28. Очень милая парочка такая. Так что у нас теперь есть друзья, знакомые, не знаю, кого биться, да. не буду громко говорить, мало ли слышно. Хотя у нас комнаты разные, да, то есть у них в другом конце, там еще двери прикрыли, у нас в другом. Поэтому нормально. В общем, все. Будем, наверное, уже отдыхать. Наелись. Сегодня насиделись, походили по магазинам, ничего не нашли. Хочу себе купить вещи и какие-то кроссовки и спортивные костюмы или просто штаны какие-то. Вот. И пока ничего такого не находим. Ну, в принципе, находим что-то, да, но какие-то цены такие прям как-то кусаются для нас. Поэтому посмотреть что-то другое. Хотим опять сходить в Алькампу, это как Ашан магазин, и там всегда были какие-то такие неплохие вещи, сейчас почему-то их нет, не знаю, может быть, не сезон, потом к лету что-то завезут, но вот хотим завтра пройтись, посмотреть, вдруг я что-нибудь интересное найду, понятно, дело вам покажу, да, Юр? Пойдем. Вот, ну и будем дальше решать вопрос с интернетом нашим, потому что это беда. Я не знаю, как дальше видео загружать, как они будут выходить, когда вы это увидите, но как-то не очень пока меня это радует, прям, не то, что даже радует, у меня как-то просто огорчает, аж настроение падает, не знаю, что я так привыкла к интернету, что у меня есть постоянно и какой-то фильм посмотреть, и там поработать, да, постоянно и в ютубе, или еще где-то, а тут я как отрезана от меры, и тут вот лимитированный интернет на телефоне, ну короче, жесть какая-то, в общем, будем решать наши вопросы по мере их поступления, вот, все, пойдем спать, уже ложится, я уже спать, кстати, очень хочу, поэтому всем пока-пока, спокойной ночи, увидимся совсем скоро.